Приветствую всех своих друзей и подписчиков. Сегодня я хочу вам рассказать об одном очень красивом, можно сказать даже декоративном, однако же декорастущем растении. Это живокость высокая. Думаю многие ее видели и все ее знают в общем-то, потому что растет она повсеместно, достаточно. Ее много везде и вот такая она очень яркая синие синими цветами вот такими красивыми и не заметить ее просто очень даже сложно. Я хочу сегодня рассказать не о всем растении, а только об этих прекрасных синих цветочках. Уже немножко они отцветать начали, но все же ее достаточно еще много. И именно вот эти цветочки, вот только цветочки, мы сегодня будем собирать. Вот, делается это легко. Они вот так очень легко отламываются от основного стебля. Вот, вот так. Вот, отламываем и собираем такой красивый букетик. Для чего мы это делаем? А делаем это для того, чтобы высушить цветочки. И в случае, когда у нас, не дай бог, случится какое-то серьезное заболевание с кашлем, то есть это бронхит, это пневмония и тому подобное. И когда кашель у нас будет такой тяжелый и мокрота не отходит и уже даже бывает не помогает никакие лекарства, поверьте мне, цветочки живой кости высокой вам обязательно помогут. Обязательно. Это считается самое лучшее отхаркивающее. Вот, то есть мы их высушим, эти цветочки. Потом обтрясем их с веточек, потому что веточки нам не нужны, нам нужны будут только цветочки. И будем их заваривать, делать из них настой. То есть мы берем столовую ложку сухих цветов, завариваем их на стакан кипятка, настаиваем 30-40 минут и потом принимаем по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день в зависимости от тяжести заболевания. Поверьте мне, бывает даже один-два дня вы попринимаете настой цветов живой кости высокой и у вас начнется отхождение мокроты, откашливание, очень достаточно мягкое и легкое. Вот, это чудо какое-то, честно. Поэтому вот заготавливайте, это не сложно. Они очень легко отрываются, очень быстро сушатся, много места они не займут. Вот, но зато вот такая красота, возможно, кому-то очень сильно поможет сохранить здоровье, а может быть даже и жизнь. Всего хорошего, не болейте, заготавливайте лекарственные травы, будьте здоровы!